Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе? Сейчас. Может быть, я ошибусь, но, например, сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот это я бы хотел задать этот вопрос себе, вернее, знать на него ответ. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, вот это вообще на такие вопросы не задаются вообще артистам никогда. Не только женщинам, но и мужчинам. Я проскочил эту цифру недавно, скажем так. Спасибо. И не по этому поводу. Дело в том, что я совсем не скрываю свой возраст. У меня далеко намного за 30 и ближе их 40. Но тут проблема... Зачем? Почему нужно спрашивать, сколько вам лет? Зачем? Вот мне интересен этот вопрос. Почему вы меня спрашиваете, сколько мне лет? Потому что у нас у всех различные впечатления о вашем возрасте. Тут очень хорошо. Пускай у вас такое оно и останется. Согласен. Вот и все. Мы не хотели точного ответа. Мне судьба, а последние черты до креста Спорить до хрипоти, а за ней не мотать. Убеждать и доказывать с пеной у рта, Что не то это вовсе не тот и не та, Что лопастники врут в прашеньке Христа, Что пока еще в грунт не влежала сплета, Что под властью татар жил Иван Калита, И что был не один, кто один против ста. Пусть не в раз, пусть сперва Не поймут ни черта. Повторю даже в образе злого шута, Но не стоит предмет, да и тема не та. Суета всех, сует, все равно суета. Только чашу избить не успеть набегу, Даже если разлить все равно не смогу. Или выплеснуть в наглую рожу врагу, Не ломаюсь, не лгу, не могу, не смогу. На вертящем за гладком и скользком кругу Равновесие держу и сгибаюсь в дугу. Что же с чашей делать? Разбить не могу, потерплю, И достойного подстерегу. Передам, и не надо держаться в кругу, И в кромешную тьму, и в неясную згу. Другу, передоверивши чашу, сбегу. Смог ли он ее выпить, узнать не смогу. Я с сошедшими с круга пасусь на лугу. Я чаши не выпитой здесь не гугу. Никому не скажу про себя сберегу, А сказать и затопчут меня на лугу. Я, дорог, вот ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу. Мне соколы мой нерв, на котором кричу, И веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую парчу, Или порчу кросят, Напустить не хочу на слабленном нерве. Я не зазвучу, я уж свой подтяну, Подновлю, подвинчу. Лучше я загуляю, запью, заторчу. Все, что ночью кропаю в чаду, Растопчу, лучше голову песни своей откручу, Чем скользить и вихлять, словно пыль получу. Владимир Семенович, ваш театр называется... А можно меня называть просто Владимир, Потому что это как-то Владимир Семенович Сразу очень неофициально. Пожалуйста, Владимир. Вы же в жизни, да ты? Ваш театр, это театр драмы и комедии. Да. Как написано. Но мне кажется, что надо добавить еще одно слово. Театр драмы, комедии и поэзии. Потому что в вашем театре идут много поэтических спектаклей. Что вы думаете о присутствии поэзии в современном театре? Это, правда, тоже очень вопрос, который требует долгого ответа. Но вы абсолютно правы по поводу того, что можно было бы добавить поэзии. Мы сразу, как только организовался театр 10 лет тому назад, Стали заниматься поэзией вплотную. Мы стали работать с поэтами, которые стали появляться у нас в театре, Которые никогда не работали в театре. Но поэзия, особенно хорошая поэзия, это всегда очень высокий уровень. Всегда очень высокий уровень и содержания, и формы. А так как наш театр интересуется яркой формой при очень насыщенном содержании, То мы всегда обращаемся к поэзии время от времени. Вот уже в течение 10 лет, по-моему, у нас 7 поэтических спектаклей. Начали мы так. Мы встретились с Вознесенским, с Андреем, который никогда не писал для театра. И решили сделать один спектакль в фонд мира. Половину спектакля Андрей читал свои стихи Вознесенский, А половину спектакля Любимов с нами поставил его стихи. Работали мы по ночам. Тогда еще у нас была совсем студийная атмосфера. И за три недели сделали этот спектакль. И вдруг, после того, как он прошел один раз всего, мы стали получать столько писем, Что будет жалко, если этот спектакль больше не пойдет всего один раз, Что мы его стали продолжать играть, но уже без поэта. А сами. Он к нам приходит только на сотые представления и читает новые стихи. А их этих представлений было уже 600. И мы продолжаем это до сих пор играть. Все время обновляя, внося новые стихи. Это была моя первая встреча с поэзией на сцене. Я раньше не читал стихов со сцены. Но это и не только чтение стихов, а это совмещение. Мы пытаемся совмещать манеру авторского чтения и актерского. И поэтому у нас на Таганке исполняют и играют стихи совсем по-другому, чем в других театрах. И мы были в этом смысле, ну как вам сказать, раньше в 30-х годах поэзию играли на сцене. Но вот сейчас, в наше время, мы одни из первых начали играть просто чистую поэзию на сцене. И после нас многие другие московские театры стали брать поэтов и делать по ним поэтические представления. Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу, ни любви ворованной, ни милостей на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Чтоб было с кем позоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для вации, на два голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок. Из раненых губ моих поднял, зарапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем. Меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до крова одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он. Ну, я почти во всех поэтических спектаклях участвовал. Второй спектакль наш назывался «Павшие живые». Это очень дорогой для меня спектакль, потому что в этом спектакле я не только читаю стихи замечательного поэта Гудзенко, но это был первый спектакль, в который Любимов меня попросил написать песни профессионально. То есть и моя поэзия тоже входит в этот спектакль. Я играю там много ролей вместе. Это спектакль о поэтах и писателях, которые прошли через Великую Отечественную войну. Одни погибли, другие живы до сих пор, но на их творчестве лежит печать военных лет. И вот один из военных поэтов, один из лучших военных поэтов, Семен Гудзенко, достался мне. Я его играю и читаю его, ну, правда, мне кажется, высочайшего уровня стихи о войне. Я могу вас попросить прочитать без стихов. Давайте не несколько, потому что у нас времени нет, а я прочитаю одно большое, хорошее стихотворение. Ну, представьте себе, что открывается занавес, и сзади красный свет, дорога, и на контражуре силуэт солдата с автоматом в плащ-палатке. Идет текст о том, что Семен Гудзенко, поэт военных лет, пришел к Оренбургу и первый раз сказал, я хочу вам почитать свои стихи. Он сказал, пожалуйста, и тут сразу начинает читать стихи. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной, разрыв, и умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, сорок первый год, ты, вмерзшая в снега пехота, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо, а мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи, окочневшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Уходим под воду В нейтральной воде Мы можем погоду Плевать на погоду А если накроют Локаторы взвоют О нашей беде Спасите Наши души Мы бредим От удушья Спасите Наши души Спешите К нам Услышьте Нас на суше Наш сос Все глуше-клуше И ужас Режет души Напополам Ирутся орды Но наверх Не сметь Там Слева по борту Там Справа по борту Там Прямо по ходу Мешает Проходу Рогатая Смерть Спасите Наши души Мы бредим Мы бредим От удушья Спасите Наши души Спешите Наши души К нам Услышьте Нас Нас На суше Наш сос Все глуше-клуше И ужас Режет души Напополам Но Спасите Нас 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 На суше Наш сос Все глуше-клуше И Ужас Режет души Напополам Всплывем на рассвете Приказ есть приказ Огибнуть в отсвете Уж лучше при свете Наш путь не отмечен Нам нечем, нам нечем Но помните нас Спасите наши души Мы бредим от удушья Спасите наши души Спешите к нам Услышьте нас на суше Наш сос все глуше, глуше И ужас режет души напополам Вот вышли наверх мы Но выхода нет Вот полный на версии Натянуты нервы Конец всем печалям Концам и началам Мы рвемся к причалам За место торпев Спасите наши души Мы бредим от удушья Спасите наши души Спешите к нам Услышьте нас на суше Наш сос все глуше, глуше И ужас режет души напополам Спасите наши души Спасите наши души Спасите наши души Спасите наши души Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого б не жалели Мы пред нашим комбатом Как пред Господом Богом чисты На живых порыжели от крови Глины шинели На могилах у мертвых Расцвели голубые цветы Расцвели и опали Проходит четвертая осень Наши матери плачут И ровесницы молча Грустят Мы не знали любви Не изведали счастья ремесел Нам досталась на долю Нелегкая участь солдат У погодков моих Нет ни жен Ни стихов Ни покоя Только сила И юность А когда возвратимся с войны Все долюбим сполна И напишем ровесник такое Что отцами солдатами Будут гордиться сыны Ну а кто не вернется А кому долюбить Не придется Ну а кто в сорок первом Первою пулей Сражен Зарыдает ровесница Мать на пороге Забьется У погодков моих Ни стихов Ни покоя Ни жен Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого Б не жалели Кто в атаку ходил Кто делился Последним куском Тот поймет эту правду Она к нам в окопы и щели Приходила поспорить Ворчливым Охрипшим баском Пусть живые запомнят И пусть поколения Знают Эту взятую с боем Суровую правду Солдат И твои костыли И смертельная рана Сквозная И могилы над Волгой Где тысячи юных Лежат Это наша судьба Это с ней мы ругались и пели Подымались в атаку И рвали над Бугом Мосты Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого Б не жалели Мы пред нашей Россией И в трудное время Чисты А когда мы вернемся А мы возвратимся С победой Все как черти упрямы Как люди живущие злы Пусть нам пиво наварят И мясо нажарят к обеду Чтоб на ножках дубовых Повсюду ломились столы Мы поклонимся в ноги Родным и страдавшимся людям Матерей расцелуем И подруг что дождались Любя Вот когда мы вернемся И победу штыками добудем Все долюбим, ровесник И работу найдем Для себя На братских могилах Не ставят крестов И вдовы на них Не рытают К ним кто-то приносит Букеты цветов И вечный огонь Зажигают Здесь раньше вставала Земля на дыбы А нынче Гранитные плиты Здесь нет ни одной Персональной судьбы Персональной судьбы Все судьбы В единою слиты А в вечном огне Видишь вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг Горящее сердце солдата У братских могил У братских могил Нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче На братских могилах Не ставят крестов Но развят этого легче На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого легче? Почему я так много пишу о войне? Ну, есть две причины Во-первых, это такое гигантское потрясение Которым занималось искусство Все, и кино, и театр, и поэзия, безусловно Всегда Но в основном люди, которые прошли через войну А сейчас то поколение, которое этого не видело И, может быть, от чувства досады Что не пришлось в этом поучаствовать Мы как бы довоевываем в своих песнях Вот я пишу не просто песни, значит, военные Потому что я не имею права этого делать Я этого не знаю Хотя много читали Мы воспитаны на материале Мы все дети военных лет Просто я думаю, что это не песни ретроспекции А это песни ассоциации И мне кажется, это интересное явление Что люди, не воевавшие, стали писать о войне Потому что это взгляд современного человека На то время Я як истребитель Мотор мой звенит Небо моя обитель Но тот, который во мне сидит Считает, что он истребитель В этом бою мною юнкер сбит Я сделал с ним, что хотел А тот, который во мне сидит И зря на мне надоел Я в прошлом бою На вылет прошит Меня механик заштопал А тот, который во мне сидит Опять заставляет штопор Из бомбардировщика Вон понесет Смерть Аэротрому А кажется, стабилизатор Поет Мир вашему дому Вот сзади Заходит ко мне миссер Шмидт Уйду Я устал от ран Но тот, который во мне сидит Я вижу Режил на таран Что делает он Вот сейчас будет взрыв Но мне не гореть на песке Запреты скорости Все перекрыв Я выхожу из пикет Я главный А сзади, ну чтоб я сгорел Где же он мой Ведомый Вот он задымился Кипнул и запел Мир вашему дому И тот, который в моем черепке Остался один И влип Меня в заблужденье он вел И в пике Прямо из мертвой петли Он рвет на себя И нагрузки вдвойне Эх, кто же мне Летчик-ас Но снова Приходится слушаться мне И это последний раз Я больше не буду покорным Клянусь Уж лучше Лежать на земле Ну что ж он не слышит Как бесится пульс Бензин моя кровь на нуле Терпенью машины Бывает предел И время его И стекло И тот, который По мне сидел Вдруг ткнулся лицом Стекло Убит Наконец-то Лечу налегке Последние силы Жгу Но что это что Я в глубоком пике И выйти никак не могу Досадно Что сам я немного успел Но пусть повезет Другому Выходит я Напоследок Спел Мир Вашему Дому Мир Вашему Дому Почему все не так Вроде все как всегда То же небо Опять Голубое Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он не вернулся из боя Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он не вернулся из боя Он молчал не в попад И не в такт подпевал Он всегда говорил Про другое Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера не вернулся из боя Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера не вернулся из боя То, что пусто теперь, не про то разговор Вдруг заметил я, нас было двое Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Нынче вырвалось, словно из плена весна По ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши павшие, как часовые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Нам и места в землянке хватало вполне Нам и время текло для обоих Все теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Песня о новом времени Как призывный набат прозвучали в ночи Тяжело шаги Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов По нехоженным тропам протопали лошади Неизвестно, к какому концу унося седоком Наше время иное, лихое Но счастье, как в старей щи И в погоню летим мы за ним Убегающим вслед Только вот в этой скачке Теряем мы лучших товарищей На скаку не заметив Что рядом товарищей нет И еще будем долго Огни принимать за пожары мы Будет долго зловещим Казаться нам скрип сапогов Про войну будут детские игры С названиями старыми И людей будем долго делить На своих и врагов А когда отгрохочет Когда отгорит И отплачется И когда наши кони Устанут под нами скакать И когда наши девушки Сменят шинели на плотица Не забыть бы тогда И простить бы И не потерять Мои произведения Никто никогда не разрешал Но и никто никогда не запрещал Ведь в принципе Как ни странно Так случилось Что в общем я Человек которого знают все И в то же время Я не считаюсь официально поэтом И не считаюсь официально певцом Потому что я ни то ни другое Я не член союза писателей Не член союза композиторов То есть в принципе официально Я не поэт и не композитор И я никогда почти свои вещи Не отдавал для того Чтобы печатать это Или для того Чтобы издавать это Как музыкальные произведения Поэтому мне нету смысла Заниматься автоцензурой Понимаете Я что написал Я сразу спел И еще спел Перед В общем Громадной аудиторией Гитару Вот что есть в театре гитара Сколько? Одну Как мало Я честно говоря Не ожидал Что сразу застали Хотел я послушаться Я работал Ну видите в чем дело Я Вот Шуточная песня Которая называется Которая называется Инструкция Перед поездкой Я вчера закончил ковку Я два плана залудил И в загранкомандировку От завода угодил Копоть Сашу смыл под душем Съел холодного езя И инструкцию послушал Что там можно Что нельзя Там у них Там у них Пока что Лучше бы того Так чтоб я Не отчебучил Ни того Он мне дал Прочесть брошюру Как наказ Чтоб не вздумал Жить там Сдуру Как у нас Если темы там возникнут Сразу снять Бить не нужно Они вникнут Разъяснять Но я ж по ихнему Ни слова Ни в дугу И ни в тую Молот мне Так я любого Своего перекую Но ведь я не агитатор Я потомственный кузнец Да я к полякам В улан-патор Не поеду наконец Сплю с женой А мне не спится Дусь А дусь Может я без Сохраницы Обойдусь Я уснул Обняв супругу Дусю нежную мою Снилось мне Что я кольчугу Щит и меч Себе кую Там у них другие мерки Не поймешь Съедят живьем И все Снились мне венхерки С бородами И с ружьем Снились Дусины Клеенки Цвета беж И нахальные шпионки В бунгладеж Поживу я Воля божья У румын Говорят они Из поволжья Как и мы Я вам хочу показать Сейчас шуточную песню Которая называется Песенка о переселении душ Обычно на выступлениях своих Я рассказываю о том Что вот вы знаете Вот индусы считают Что мы ведь с вами не умираем После смерти А что душа наша переселяется В животных В предметы В растения В насекомых В камни Кому повезет В людей Кому очень повезет В хороших И в общем кто куда сможет Туда и переселяется Кто чего стоит И такая шуточная песня Песенка О переселении душ Кто верит в Магомета Кто в Аллах Кто в Иисуса Кто в ничто не верит Даже в черта Назло всех Хорошую религию Придумали индусы Что мы тогда в конце Не умираем Она совсем Стремилась ввысь Душа твоя Родився вновь С мечтою Но если жил ты Как свинья Останешь свиньёю Пусть косо смотрят на тебя Привыкни к укоричьи Досадно, что ж Родишься вновь Наколкость и гораст А если ведём Смерть врага Ещё при этой жизни Другой тебе дарован Будь ты верный Соркой Глаживи себе Нормальненько Есть повод веселиться Ведь может быть В начальника Душа твоя Вселится Пускай живёшь ты дворником Родишься вновь прорабом А после из прораба И до министра Дроздёшь Но если тупь как дерево Родишься бау-бабом И будешь бау-бабом Ты ещё лет пока помрёшь Досадно попугаем Восторгом Прыгаю Я обхожу искусы Удобную Религию Придумали Интузии Всё О международном положении Этого самого В общем Человека Которого Посадили на 15 суток За хулиганство Я вам, ребята На мозги не каплю Но вот он Перегиб и парадок Кого-то Выбирают Римским Папою Кого-то Запирают В тесный бок Там все Места блатные Расхватали И Пришипились Надеясь На авось Тем временем По всём честной Италии На папу Кандидата Не нашлось Жаль На меня не вовремя Накинули аркан Я засосал Стакан И в Ватикан Зерковники Хлебальники Росинты Замешкался Маленько Ватикан Мы тут И папу Римского Подкинули Из наших Из поляков Из зловян Сижу на нарах Я Нараповинские Когда ты знала Жизнь Мою губя Что я бы мог Быть и папы Римские Обманы Вся Естественно Тебя Жаль На меня не вовремя Накинули аркан Я б засосал Стакан И в Ватикан При власти При деньгах Или при короне Судьба Людей Швыряет Как котят Ну как мы Место шаха Провородили Нам и этого Потомки Не простят Шах Расписался В полном Неумении Вот тут Его возьми И замени Где взять У нас Любой второй В Туркмении А я Талант И даже Хамени В Туркмении Всю жизнь Свою Воротовую Рогами В Туркмении Мао Делать Нечего Вообще В Туркмении В Туркмении Наследника Наследника Анасиса У нас Следите за безвременно Умершими Уйдет Встава Анасиса Ржаки Я буду Мил и смел С миллиардершами Уйдайте Только Волю Мужики Уйдайте Только Волю Мужики Несколько слов Об авторской песне Которой я занимаюсь Много лет тому назад Теперь уже много Была маленькая компания Самых близких Моих друзей Для которых Я из различных Своих поездок Привозил Вот впечатления Но только рифмованные И положенные На Какую-то Ритмическую основу Значит я брал Гитару Бринчал И получалось Нечто вроде Песни Это не песня Это На мой взгляд Стихи Которые Должны исполняться Под какой-то Музыкальный инструмент Короче говоря Положенные На ритмическую основу Я помню Атмосферу Которая была у нас Тогда Атмосфера Доверия Раскованности Непринужденности Свободы И самое главное Атмосфера Дружественная И я Абсолютно Был убежден Что их Волнуют Те же вопросы Беспокоят Так же Как меня Искребут По душе И по нервам Те же самые Проблемы Что и меня То есть Я чувствовал Все равно Все равно Через все Эти места И времена Я стараюсь Протащить Вот эту Атмосферу Дружественную Атмосферу Доверия Такой Доверительной Беседы С моими Зрителями И слушателями Которых я Действительно Люблю И которыми Я дорожу И я думаю Что мне Они нужны Больше Даже чем Я им Потому что У меня есть Возможность Такому Большому Количеству Людей Теперь Рассказать О том Что меня беспокоит И Волнует В этой жизни Вот что такое Авторская песня На мой взгляд Но я вам должен сказать Моя аудитория Стала многочисленнее Чему я Несказанно рад И друзей У меня прибавилось Вот я вам назвал Четверых В прошлом А теперь Их значительно Больше И я даже Пишу Когда песни За письменным столом Я рассчитываю На друзей На тех людей Которых будет Беспокоить То же Что и меня Тупола Российские Как засмотрится Мне на ничьи Как задышится Воздух Крут Перед грозой Крут До вязок Что споется Мне сегодня Что услышится Птицы Вещие Поют До всей Птицы Сказок Птица Сирен Мне Радостно Скалится Веселит Зазывает Из Гнезд А напротив тоскует печаль лица Травит душу чудной алконост Словно семь заветных струн Зазвенели в свой черед То мне птица гамаюн надежду подает В синем небе колокольнями проколотом Медный колокол, медный колокол Толь возрадовался, то ли осерчал Купола в России кроют чистым золотом Чтобы чаще Господь замечал И я стою, как перед вечной загадкой Предвеликою да сказочной страною Перед солоно да горько кисло-сладкою Голубою, родниковою, ржаною Грязью чавкая жирной доржавою Вязнут лошади поздремена Но влекут меня сонной державою Что раскисло, опухло от сна Словно семь заветных лун На пути моем встает То мне птица гамаюн Надежду подает Душу сбитую Утратами да дотратами Душу стертую Перекатами Чтобы до крови лоскут И станчау Золотаю Золотыми я Заплатами Чтобы чаще Господь Замечал Чтобы чаще Господь Замечал Замечал Аплодисменты У вас осталось пленки еще? Да, есть Есть? Я хочу вам вместо этой песни спеть Песню Кадёру, которая пойдет у вас в эфир Хорошо? Песня называется, да? Если там останется время Я не люблю Хорошо Пожалуйста Я не люблю Сейчас я хочу спеть Можно, да, продолжать? Песня называется Шуточная песня Одна научная загадка Или почему аборигены съели кука У аборигенов были поверья Если ты съешь печень Какого-нибудь храброго своего врага То ты возьмешь его храбрость Если сердце своего близкого друга То ты будешь иметь характер своего друга Ну там масса вариантов Например, если обголодать коленную чашечку То тогда лучше бегать будешь Если там глаз, то стрелять из лука Ну и так далее, и так далее В общем, часто бывает, что для того, чтобы самому стать лучше Надо съесть пару хороших людей Поэтому вот они и съели кука Итак Ну почему абориген съели кука За что не ясно Молчит наука Мне представляется Совсем простая штука Хотели кушать И съели кука Есть вариант, что их не вождь большая бука Кричал, что очень вкусный кок на судне кука Ошибка вышла Вот о чем молчит наука Хотели кока А съели кука И вовсе не было подвоха или трюка Пошли без стука Почти без звука Пустили в действие дубинку из бамбука Тюк прямо в темя И нету кука Но есть, однако же, еще предположение Что кука съели из большого уважения Что всех науськивал колдун-хитрец из люка А ту, ребята, хватайте кука Кто уплетет его без соли и без лука Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука Кому это под руку попался каменюка Метнул гадюка и нету кука А дикари теперь заламывают руки Ломают копия Ломают луки Сожгли и бросили дубинки из бамбука Переживают, что съели кука Ну и я закончу Не песни я не люблю, о которой меня просили А песни, с которой начинал свою работу в кино Это было в научно-популярной картине Срочно стребуется песня Песня это называется парус Песня беспокойства В отличие от других моих вещей Не ищите в ней сюжета Там нет Это просто о нашей причастности Ответственности В общем за все, что происходит в этом мире А у дельфина Взрезано брюхо винтом Выстрела в спину Не ожидает никто на батарее Нету снарядов уже Надо быстрее На вираже Парус Порвали парус Каюс 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 Ну вот и все Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы Несмотря на то, что осталось до самолета совсем немного времени Да Приняли наше приглашение Спасибо большое Благодарю вас Буду очень рад, если у вас будет несколько Приятных, интересных минут Перед экраном телевидения Не благодаря мне Благодаря моим друзьям Которые работают здесь на студии Опять будут говорить Какой скромный Нет, я говорю на самом деле Я говорю искренне Я благодарен моим друзьям За возможность выступить перед Зрителями Пятигорска Всего вам доброго До свидания Спасибо большое Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет друга, но смогу ли Не вспоминать его Он спас меня от пули Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что он мне желает успеха Я тоже успеха желаю ему Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне меньше полувека, сорок с лишним Я жив, двенадцать лет тобой храним Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним Мне есть, чем оправдаться перед Ним Средь оплывших свечей вечерних молитв Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битвы Изнывая от мелких своих катастроф Детям вечно досаден их возраст и быт И дрались мы досаден до смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали пьянея от строк Липли волосы нам на вспотевшие лвы И всосало под ложечкой сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие бой За воинственный клич, принимавшие в бой Тайну слова приказ, назначенье границ Смысл атаки и ляск боевых колесниц А в кипящих котлах прежних воин и смут Столько пищи для маленьких наших мозгов Мы на роли предателей трусов иуд В детских играх своих назначали врагов И злодея следам не давали остыть И прекраснейших дам обещали любить И друзей успокоив и ближних любя Мы на роли героев водили Себя Только в грезы нельзя насовсем убежать Краткий век узабав столько боли вокруг Попытайся ладони у мертвых разжать И оружие примять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы И когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взвоешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя Ты поймешь, что узнал Отличил, отыскал По скалу забрал Это смерти оскал Ложь и зло Погляди, как их лица грубые И всегда позади Воронье И гробы Если мясо с ножа ты не ел ни куска Если руки сложа наблюдал свысока А в борьбу не вступил с подлецом с палачом Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на уз намотал Если в жарком бою испытал Что почем Значит, нужные книги Ты в детстве читал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok